Звонит мне как-то один знакомый, старый, и говорит Юр, привет! Здорово! Сколько лет, сколько зим! Юр, смотри, сейчас в маленьком городе нахожусь И здесь совершенно нет практически источников заработка А у меня задача стоит 2 миллиона рублей мне нужно заработать За сколько? Ну, дом хочу построить, и есть у меня год За год? Год, может, чуть больше, да Ну, год, можно говорить о годе, 12 месяцев Хорошо, смотри, давай я тебе нарисую схему сейчас Вот такую чисто теоретическую И ты поймешь, куда надо смотреть, что искать А дальше мы с тобой уже разберемся дальше, хорошо? Хорошо, но я сразу предупреждаю, что здесь Только в таксисты можно идти, либо коровом хвосты крутить Вариантов тут особо немного Да вообще не проблема, мы же с тобой через интернет говорим У нас весь мир открыт Ну хорошо, заинтересовал рассказывать Давай, смотри, предположим, что, вот представь, у тебя есть ситуация, когда ты можешь вложить деньги какие-то и за месяц 30% сделать Представил? За месяц 30% За месяц 30%? Да С трудом, но представил, это очень хороший доход для месяца Сколько у тебя денег есть? 100 тысяч наберешь? Ну, 100 тысяч найду 100 тысяч найдешь, да, а нам надо 2 миллиона, правильно? Да, нужно 2 миллиона За год? За год Смотри, значит, мы берем и вкладываем 100 тысяч по 30%, да, вот мы нашли, так сказать, возможность, вкладываем по 30%, 100 тысяч, сколько у нас будет через месяц? 30 на 100, это получается 130 тысяч будет 130 тысяч, правильно Что такое 130 тысяч? Это 100 умножить на 1,3, правильно? Да, именно так Правильно Теперь дальше, эта возможность сохраняется, мы можем еще вкладывать, мы же вложим все деньги, правильно? Ну, конечно, рисковать так рисковать на все Ну как, видишь деньги, не теряя время, правильно? Тут железо пока горячо Конечно, вот, поэтому, значит, смотри, сколько у нас будет через 2 месяца? Через месяц у нас было 100 тысяч умножить на 1,3, а через 2 месяца еще на 1,3, правильно? Ну, уже то, что все, уже полученные деньги, мы снова... Правильно, да Теперь напряги мозги, вспоминай математику, что такое 1,3 умножить на 1,3, это 1,3 в квадрате, правильно? В квадрате на следующий месяц в кубе уже будет Правильно мыслишь, слушай, через 3 месяца у нас в кубе, давай посчитаем, сколько будет через 12 месяцев Сейчас я тебе покажу, значит, я уже тут подготовил формулу на экране, окей? Смотри Да, давай посмотрим Опа, видишь? 100 тысяч умножаем на 1,3 в 12 степени, 3 миллиона Ух ты, да тут даже больше, чем мои 2 миллиона Конечно, конечно Можно дом сделать и маленький гаражик, отлично, мне это нравится Вот, посмотри теперь на вот, что это такое, откуда это получилось, это формула сложных процентов называется Ты знаешь, откуда она взялась? Это математики, значит, и физики смотрят, есть процессы, которые вот развиваются вот очень быстро И вообще захватывают вообще все, просто вот все захватывают Ну, например, это эпидемии как распространяются, это как распространяются вирусы Сейчас вирус, пандемия, знаешь, да? Один китаец заболел, все, весь мир болеет, весь мир чихает, ты видел, да? Видел, но я думал, ее евреи придумали, если честно Вот, а тут получается, тут получается Ну, значит, они пытались описать вот эти вот процессы, да, ядерный взрыв тоже этой формулой описывается И кто-то подумал, а что, если наши деньги будут расти с такой же скоростью? Ну, вообще классно же, да? Вот, и поэтому, значит, они описали вот эту формулу И в этой формуле у нас получается, вот, это те же самые физические законы, которые происходят в природе Просто мы берем и на деньги их применяем Смотри, что такое 100 тысяч? Это начальный капитал, правильно? Да, 100 тысяч – это то, что я вкладываю Да, правильно, 1,3 – это доходность с одного оборота, правильно? Да, это процент Да А 12 – это количество оборотов, так? 12 месяцев, да, это количество оборотов Теперь смотри, какая из этих цифр самая главная? Если мы умножим, смотри Смотри, смотри, внимательно сейчас слушай Смотри, если мы удвоим начальный капитал, во сколько раз увеличится наша сумма? В два раза увеличится В два раза, правильно, так А если мы увеличим количество доходности в два раза, во сколько раз увеличится сумма? Тут ты уже не скажешь, давай посчитаем Получается уже два Ну ты уже показал, я скажу Вот Ты представляешь, да? Уже получается в 11 раз, я посчитал, в 11 раз больше Здесь в два раза, а здесь в 11 А теперь смотри Круто, круто Это уже можно домик на Рублевке А теперь смотри следующее Вот это уже на Рублевке можно построить Не, не купишь Вот, а здесь уже смотри Если мы в два раза больше увеличим вот эту цифру То получается уже еще, ну как бы в 22 раза больше, представляешь? Теперь смотри Только меня, все это красиво, но меня терзают смутные сомнения Напоминает мне это все Кота Базилио и Буратино, который закопал денежки под деревом Что делать нужно, чтобы 54 миллиона получить? Эйнштейн сказал, что это восьмое чудо света формула сложных процентов Поэтому как бы все правильно, ты удивляешься То есть это действительно удивительная штука Вот, и поэтому смотри, просто ее надо использовать Теперь у меня к тебе вопрос Какая из этих цифр самая главная? Самая главная Ну, судя по всему Количество оборотов, правильно же? Количество лет, да Количество лет, которые деньги работают Количество оборотов Почему лет? В месяц? Количество оборотов В месяц А если ты в месяц два оборота будешь делать, так вот оно Ты понимаешь? Самая главная цифра вот эта Есть над чем подумать Самая главная цифра вот эта На втором месте по важности доходность И самое не настолько важное, это начальный капитал Понятно? Ну да, сто тысяч практически у каждого есть И можно их заработать всегда Да, да Поэтому самое главное Теперь вот делаем вывод Смотри Что надо сделать, чтобы заработать 2 миллиона? Надо взять и искать возможности Оборачивать деньги с максимальной доходностью С максимальной скоростью Понятно? Понятно, как дважды два Вопрос, что делать? Что делать? Я же тебе сказал, оборачивать деньги По 30% Оборачивать? 12 раз 30% за месяц Где мне в моем В моем маленьком городе Константиновске Где мне оборачивать 12 раз деньги в год С такой доходностью? Слушай Ты самое главное Уяснил, что самое главное Надо найти Возможность зарабатывать Побольше процентов И как можно больше Оборачивать Уяснил? Да Я тебя услышал Вот А теперь Теперь Просто ты прикинь На чем можно зарабатывать Сейчас у меня, к сожалению Нет времени А давай завтра Созвонимся И я тебе расскажу Значит дальше Что надо делать Окей? Хорошо Давай встретимся завтра Послушаем А ты завтра подготовься Ну представь Что ты можешь торговать Там где-то Продавать Ну скажем Пиво И прикинь Сколько пива Ты сможешь продать И как быстро Ты сможешь это сделать Окей? Пиво Не люблю алкоголь Но посчитаю Ну хорошо Не пиво Что любишь? Что у вас там? Зерно Мороженое Зерно Это пожалуйста Мороженое Хорошо Прикинь просто Сколько тебе надо продать мороженое И как быстро Ты будешь оборачивать Все Мороженое На оптовой базе Я тебе точно могу сказать Ты на 30% дешевле возьмешь всегда Согласен? Окей Согласен Посчитай Все давай До завтра Можно не мороженым Я тебе расскажу потом Друзья Я предлагаю вам Вместе с моим знакомым Посчитать Сколько же Мороженого Надо продавать И Какие сложности У вас будут В этом Ну а Сейчас Лайк Подписка И давайте встретимся В следующем видео Посмотрим Что же он насчитал И До встречи